Добрый день, уважаемые друзья! С вами на связи Республика Тыва. Сегодня у нас в Кызыле замечательный солнечный день. Сегодня 1 мая. Разрешите от себя лично, от лица своих товарищей поздравить каждого из вас с этим действительно историческим праздником. Своими корнями он уходит совсем, может быть, недавнее прошлое, когда основной посыл и основной целью была борьба за права трудящихся, за права трудового народа. Безусловно, очень печально, конечно, что у нас в Республике по некоторым причинам отменен ежегодный первомайский шествий аппарат, но мы не отчаиваемся, сегодня проведем несколько мероприятий, посвященных этому празднику. Сейчас он называется праздник весны и труда, но для нас, для всех, для людей, которые понимают его основную суть, это прежде всего борьба за права трудящихся, за их социальные права, за достойный уровень заработной платы, за рабочие места, за абсолютно нормальные человеческие условия труда. Поэтому 1 мая в сердце каждого из нас, для любой, не только советской семьи, ну, скорее всего, даже для людей тех, кто средневозрастные, это прежде всего возможность увидеться, встретиться, отдохнуть, обсудить какие-то жизненные моменты и не только. Поэтому 1 мая – это действительно народный праздник. Поэтому примите искренные поздравления. Хочу, чтобы в каждой вашей семье был достаток, благополучие, и чтобы вы никогда не забывали, что все в этой жизни достается нам только собственными руками, своей собственной инициативой. Ни при каких обстоятельствах нельзя сидеть на месте, ничего не делать, не иметь своего мнения, не иметь своей позиции. Поэтому, да, весна, мир, труд, май – это хорошо. Но наиболее главным является то, что люди, прежде всего, должны иметь социальные гарантии. Поэтому Международный день солидарности трудящихся для нас – возможность в очередной раз высказаться в борьбе за наше общее дело, за построение общества социальной справедливости. Поэтому, друзья мои, с 1 мая, с праздником, всех благ. С вами был Роман Томоев. Увидимся.